Всем привет! Вот и заканчивается 2023 год. Давайте вспомним, что нам принес этот год, что мы узнали, чему научились. Для нашей команды этот год был успешным, несмотря ни на что. К концу года каждый из каналов смог достичь отметки миллиона и больше просмотров в месяц. А это три канала – Timer of Life на русском, Timer of Life на кыргызском и наибольших успехов достиг канал АйТайТесе. В совокупности все социальные сети Timer of Life и АйТайТесе охватывают уже миллион пользователей. Из них полмиллиона – постоянных наших зрителей. И это немало. Мы хотим выразить благодарность вам за доверие и преданность. Более того, буквально перед Новым годом мы открываем новый канал – Beelab на английском языке. Мы расскажем всему миру о нас, кыргызстанцах, которые, несмотря на беззаконие власти, смело противостоят этому беспределу. Прямо и открыто говорим правду в условиях, когда за каждый пост возбуждают уголовные дела и сажают. Мы рассказываем о том, что наш народ смелый и не будет раболепствовать перед кучкой агрессоров, получивших власть. Работа в депортации немного усложнила нашу задачу, но мы настроили эффективную работу так, что это не стало преградой. Мы делаем расследования на регулярной основе, причем все лучше и масштабнее. Более того, я, воспользовавшись ситуацией, не сидел на месте. Было около десятка различных мероприятий, где я смог наладить связи с крупными расследовательскими центрами Европы и мира, а также с организациями, которые помогают журналистам отоследовать, с международными организациями, правозащитниками и руководителями медиа по всему миру. Мы вошли во всемирную сеть защиты журналистов Safebox, Forbidden Stories. Каждое наше расследование попадает в защищенную базу, и те, кто хочет нас заткнуть тем или иным способом, теперь знают, что это им не поможет. Даже больше. В случае чего, нашими расследованиями займутся десятки журналистов по всему миру. Ведутся переговоры о вхождении нашей команды в различные международные сети, медиаорганизации и СМИ. Также мы продолжили свою борьбу против незаконных судебных решений в отношении меня и команды. А также добиваемся наказания наших преследователей на международном уровне. Вы все прекрасно помните, как нам подкидывали наркотики, фальсифицировали уголовные дела, незаконно аннулировали мои паспорта и лишили гражданства, а также травили через соцсети. Все это зафиксировано нами. Поданы подробные, обоснованные и доказанные факты преследования нашей команды трем спецдокладчикам ООН. Готовится заявление в Комитет по правам человека. Также нами ведется работа по введению персональных санкций в отношении тех людей, кто, пользуясь властью, выносят незаконные судебные решения, фальсифицируют уголовные дела, подбрасывают наркотики, принимают законы, которые позволяют властям относиться к нам, ко всем кыргызстанцам, как к рабам и животным. Кстати, на одной из конференций я открыто выступил против санкций в отношении в целом нашей страны. Только персональной, потому что коррупционерам и преступникам плевать на Кыргызстан. Их больше беспокоят собственные карманы и возможность ездить по всему миру в свое удовольствие, наворованные у нашей страны деньги. Власти и их фабрики троллей пытаются убедить всех, что мы дестабилизируем, мол, ситуацию в стране. Смешно. Мы раскрываем в первую очередь преступления и ложь. А лжи в этом году было много. Совместно с ОСССРП и изданием Клоб мы рассказали историю, как мега-стройки страны оказываются на самом деле мега-проектами семьи Садыр-Диапаров. Аффилированные сыном президента люди становятся соучредителями в этих проектах. Мы показали, что власти Кыргызстана все глубже и глубже залезают в долговую яму. Показательно, что власти взяли кредит у МВФ на погашение внешнего долга, то есть тех же кредитов. Мы показали график повышения цен на электричество. Повышение запланировано, чтобы обосновать получение большого, опять же, кредита у Всемирного банка. И мы показали, как погрязло в коррупции и беззаконии окружение министра внутренних дел Улана Ниазбекова. Да и сам министр оказался замешан в нарушениях закона. А также мы показали нерациональные траты власти на роскошь и комфорт. Полеты на дорогих вип-чартерах, покупки самолетов для поездок внутри страны. Чем запомнился этот год? Тем, что власти показали свое истинное лицо. Они за любую критику готовы посадить в тюрьму. Они борются с бабушками, с женщинами и детьми, написавших пост в Фейсбуке. А про форму воли и заявления под названием «Митинг» я вообще молчу. При каждом упоминании митинга у них трясутся коленки. Олджибай, Шакир Улу и Афтандил за призыв выйти на митинг встретят Новый год в тюрьме. В этом году мы узнали, что они раздают кордызские паспорта направо-налево И тут же они начали все скрывать. Скрывать указы о гражданстве, скрывать тендеры, скрывать расходы бюджета. Просто потому, что они боятся. Боятся нас, кыргызстанцев, наш народ. Что мы узнаем об их темных делишках, что мы не станем терпеть все это. Но самое главное, они боятся, что мы как народ, как страна станем мудрее. Меня спрашивают, что вам кыргызстанцам дали эти революции. По сути-то, ничего не изменилось, говорят они. Я говорю, что это опыт, которого нет у других стран. Вспомните мародерство 2005 года. Их не было в последующих переворотах. Почему переворотах? Потому что мы шли на улицы, чтобы изменить этот бандитско-коррупционный строй. Этого не произошло. Но это тоже опыт. Весь этот год нам врали, нас запугивали, нас унижали, но получили обратный результат. Мы преодолели страх. Мы начали ценить свою свободу. Мы начали ценить наш флаг, который у нас отобрали. И мы стали ценить выборы. Теперь мы знаем, что будет, если мы не будем приходить на избирательные участки. И не просто ходить, а нам еще предстоит научиться контролировать сам ход выборов. Электронное голосование дискредитировало себя на прошлых выборах. Нам нужно будет еще научиться биться за каждый бюллетень на каждом участке. Но это уже в будущем. Сейчас я могу сказать, что этот год дал нам самое ценное. Он дал нам опыт. Огромный опыт и знания. И осознание, что мы, кыргызстанцы, еще бьемся. Нас еще боятся. И у нас все еще впереди, и мы победим. Мы с честью проходим испытания, выпавшие на нашу страну. С наступающим новым 2024 годом! С наступающим новым 2024 годом!